здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет разбор татьяны бакальчук и ситуации с wildberries там очень много всего произошло за то время пока вы просите меня разобрать еще я помню когда у надежды стрелец вышло интервью татьяны бакальчук вы просили меня о том же но были какие-то дела более важные и сейчас наконец-то мои шаловливые ручки добрались и до татьяны бакальчук и вы знаете я думаю что все происходит всегда вовремя потому что те события которые должны были произойти и которым мы сегодня сможем дать анализ они произошли и интервью у светланы бандарчук раскрыла татьяну с другой стороны нежели стоит ну тогда когда еще она дала интервью надежде стрелец там она была очень зажата у надежды стрелец она не давала никаких эмоциональных реакций а сейчас давайте полюбуемся на то как на самом деле эмоционально татьяна представляете как она раскрылась давайте полюбуемся на ее эмоции и запомним настоящие эмоциональные реакции татьяны бакальчук для того чтобы дальше анализировать те вопросы на которые мы хотим получить ответы давайте я включаю первый фрагмент любуемся таня кто у вас такой самый самый крутой мальчик в классе который сегодня вот это вот это ты посмотри на его уши и вот когда наши машинки которые забивают сваи они начали забивать обратите внимание как она ярко эмоционирует это просто наслаждение наблюдать за ее эмоциями я просто вы видите я тоже улыбаюсь вместе с ней я увидела что вот это то что я хотела я хотела чтобы мы приземлились чтобы мы вот условно грызли землю по горе чтобы он не только эфемерный стал но и физически стал присутствовать по всей стране да и здесь мы видим что человек говорит о тех вещах которые действительно зажигают то есть она рассказывает о том что ее волнует и здесь она включает такие иллюстраторы такие потрясающие эмблемы и так далее жестикулирует прям как итальянец который если ему связать руки он потеряет дар речи то есть здесь вот мы видим что татьяна бакальчук оказывается умеет давать эмоции и это здорово а теперь давайте на контрасте что называется посмотрим отношение к мужу и постепенно разберемся что же на самом деле происходит у татьяны и владислава бакальчук нас разводятся ли они по настоящему или это что-то другое давайте сначала ответим на этот вопрос итак первый фрагмент по теме отношений с мужем в общем я сначала когда первую дочку носила я и хотел как будто вычурное имя там придумать родилась она очень сильно походила на мужа ягу смотрите и когда она говорит про то что дочка похожа на мужа она поджимает подбородок напрягается голова к плечу что говорит о том что на данный момент ну да я понимаю что сейчас у них идет бракоразводный процесс и может быть она злая на него но я вижу точно что она к нему не испытывает никаких позитивных эмоций и тем более любви в данный в данный момент времени да то есть здесь на лицо такое довольно неприязненное отношение к мужу и когда дочка родилась и была похожа на мужа ей это не очень ну скажем так на сегодняшний день нравится вот так вот я не хочу делать очень больших выводов но как бы вот то что мы сейчас видим по ее реакции ей это не нравится давайте наблюдать давай назовем ее как твою маму елена потом пошли парни ну по парня называла не я еще здесь смотрите не я а и пауза она не знает как его назвать не бывший муж не муж не владик там не знаю там ну на самом деле вот девчонки кто живет с мужчинами да вы называете их полными именами или все-таки как-то сокращенно и как-то по-домашнему вот скажите мне пожалуйста и даже после того как вот уже теперь обращаюсь к другой категории моих подписчиков кто развелся со своим бывшим как вы их называете ну скорее всего наверное все таки полным именем но я думаю что там бывают вариации можно каким-то там не знаю разными именами называть но когда человек пытается подбирать слова прежде чем назвать своего бывшего мужа да это значит что он не определился с тем как какое у него сейчас отношения возможно да возможно по причине того что старается меньше упоминать и ну по разным причинам но в данный момент мы видим что она старается минимально упоминать своего мужа если упоминает то смотрите она сказала владислав чуть тише скороговоркой официально да и без личного какого-то окраса то есть мы видим мы видели что она умеет эмоционировать на тех темах которые ее действительно заводят но здесь эта тема ее во первых не заводит во вторых она не знает как назвать своего бывшего мужа на секундочку отца ее семерых детей вообще потрясающая семья я просто знаете вот смотрю на это все и смотрела да вот эти все интервью я была просто в шоке где где у нее еще там не знаю 10 рук там 10 ног 5 голов вот для того чтобы все это сделать вот девчонки я понимаю что любая мама даже мать одного ребенка она в какой-то период времени бывает настолько задолбанной что просто ну какой там нафиг бизнес какие нафиг дела но это сверхчеловек которого мы сейчас разбираем это татьяна покольчук поэтому я просто аплодирую стоя но все-таки в отношении мужа у нее идет очень неприязненное отношение вот это вот я должна отметить идем дальше смотрим и внешних выбор имени мальчика я не стала вмешиваться потому что это был видите минимум первый мальчик бы дает сжимает губы паузы делает то есть вот вот этот вопрос который касается ее мужа тут не к детям такое отношение а именно к мужу ей не нравится что дети похожи на мужа там ей по поводу мальчиков она как-то вот вообще ну ну тут вообще я не знаю какое-то такое неприязненное настолько неприязненное отношение к мужу что даже вот выбор имени мальчиков вот вообще зажалось да то есть вот ужасное эмоциональное состояние в отношении ее мужа я думала последний павел назвали в принципе павел тоже красиво и хорошее имя наш нас тимур тимур тоже полководится и потом алексей олег как отец детей он общается детьми да общается я не препятствую абсолютно конечно я точно не собираюсь рассказывать все что там было между нами даже если при к негативный момент отчернять его не собираюсь могу сказать да что до того как я ему сказал что больше не могу жить и хочу уйти особо участие там жизни детей не принимал в самом не моя мама помогала на самом деле можно да пойти там поучиться а это когда она рассказывает потом о том как ее муж примкнул к ее бизнесу он на какой-то момент остался без работы он продал предыдущий бизнес никто кстати из них не говорит о том что те деньги которые он выручил вложил в ее бизнес так что вот это на секундочку да какие бы там деньги не были но если бы они были вложены в бизнес то хотя бы он упомянул это он в своем интервью этого не упомянул то есть деньги пошли но неизвестно но с другой стороны у них многодетная семья и даже не знаю на тот момент сколько у них детей было но я представляю сколько там расходов и на детей и на жизнь и на все остальное поэтому возможно ушли на расходы но не суть важно важно то что сейчас когда она описывает ту ситуацию когда он остался без работы как он оказался в ее фирме потом пойти работать где-то и смотрите как она говорит пойти поработать где-то отклоняется презрение челюсть вверх качает головой нет то есть она ну я ее кстати очень хорошо понимаю у меня нечто подобное было да когда ну ты смотришь и как чемодан без ручки да и бросить жалко и и и нести неудобно и вот вот здесь вот примерно такая же ситуация то есть она сейчас к этой ситуации относится именно так и тут многие я думаю ее поймут когда мужчина вроде как и не хочет никуда идти не идут вроде и под ногами путается и ну в общем атас вот смотрите видите презрение какое было челюсть вверх то есть ей это совсем не нравилось то что он остался без дел она ну вот вот для нее это были виллы виллы и вот это она сейчас нам показывает и я помню что ему сказала это ну или хочешь можешь со мной вместе бизнес растет как бы да давай заниматься ну да то есть она к тому времени уже бизнес у нее рос все хорошо было ну и он тут оставшись без работы решил примкнуть так что но не совсем это основатель бизнеса да да скажем так но опять таки этому я думаю что будет давать оценку суд но сейчас уже это не важно ну важно все таки разобраться в их отношениях и мы видим что с ее стороны довольно неприязненное отношение и это это понятно вот я например ее понимаю кстати напишите в комментариях как вы относитесь вот к этому да что как она сейчас к нему относятся и и все остальное но вот что что есть то есть значит теперь давайте по поводу того любила она его не любила давайте посмотрим сейчас как под это сказать эмоциональными качелями объюзивным каким-то людей ну я его все-таки любила и здесь конечно же мы чувствуем вопросительный вопрос и перед тем как сказать любила во-первых пауза во-вторых добавляет все таки да то есть здесь очень много сомнений это как минимум на самом деле ну вот на данный момент она вообще не понимает что это было вообще конечно эпично эпично но знаете вот я как мать четверых детей тоже и у нее семеро детей я тоже на самом деле любила своего мужа и когда развилась я тоже вот ну знаете у меня такое знаете прозрение было я думаю а что это было мне многие задавали вопрос а как-то четверых детей от него родила вот вот я в такой же ситуации была вот на тот момент когда я уже давала анализ тому что произошло я уже но как бы с другой колокольни смотрела и сама не понимала но я безумно благодарна все таки ему за то что у нас четверо детей но в то же время я не понимаю себя что это за вообще было такое и вот в данный момент я ее прекрасно понимаю напишите вы как как вы считаете вообще в этом вот в этом смысле на насколько вы понимаете татьяну но вот я я по-женски ее понимаю несмотря на то что сейчас вот логикой когда она оценивает действительно тут очень много сомнений очень много всего того что можно отнести к тому что не любила да и смотрите как много с детей видите еще оправдывает себя вместо того чтобы просто ответить на этот вопрос она ищет оправдание почему потому что она для себя внутри не понимает что это было понимаете и это вот сейчас накатывает она пытается какие-то аргументы набросать и нам и себя убедить в том числе в том что я же его любила ну ну не могла же я 7 детей родить без любви надо его любила отец детей да и я я специально этот фрагмент дважды повторила сейчас мы еще без звука его посмотрим потому что чтобы вы поняли вот вот это много так много сомнения да вопросительный вопрос интонация да ну в общем все говорит о том что на данный момент она просто ну и считает что была в каком-то непонятном не знаю трансе или что это было ну в общем вот так вот ну не совсем конечно все так в трансе это уж я совсем тоже перегибаю палку на самом деле конечно я думаю что она и его любила на тот момент а сейчас оглядываясь назад понимает что это была какая-то ну непонятная ситуация потому что там и кстати я посмотрела их совместимость довольно слабая но это это я в конце кстати мы в конце с вами сделаем мини расследование по астрологии там очень интересные факты я вначале сказала что я вам ну вот все что надо было все случилось для того чтобы мы с вами сейчас сделали полные выводы вот папа по этой ситуации после я не вал берез с фирмой рус и так далее в общем к чему это приведет вот это все я вам расскажу обязательно но давайте смотреть дальше за невербальным поведением татьяны сейчас она будет без звука вот пожалуйста как она это говорит да поджимает подбородок кивает как-то так слишком активно и иллюстраторы не соответствует не смотрит на собеседника разводит руками как бы непонятно да вот вот эта неуверенность она видно естественно я вообще считаю что там где-то не то назвал что там идеализировал свою жену и мне не надо было реализировать реально было идеально просто женой даже его родители всегда говорили что мочи сильно повезло но тут знаете я тоже подтверждаю свои пять копеек ставлю и я подтверждаю что это была идеальная жена я даже со своими четырьмя детьми я помню вот этот период когда они все еще были мали но там маленькие чуть постарше это такой трэш был это так вообще это это ну ты устаешь я когда вышла на работу я отдыхала возможно кстати татьяна таким образом отдыхала на работе она как бы там не знаю каким-то образом детей там мать смотрела за детьми там няня может быть а ты отдыха вот любая мать которая сейчас меня смотрит поставьте плюсик и в поддержку того что действительно сидеть с ребенком это даже с одним это такая огромная работа на самом деле что мамочки меня поймут и здесь получается семь детей родить это же она еще и с животом ходила шесть раз в нем близняшки последние ну то есть шесть беременностей за это время это это просто вообще я не знаю как она это выдержала и при всем при этом мы только сейчас услышали о каких-то разногласиях с мужем да это на фоне более серьезных событий да поэтому здесь просто этой женщине надо ставить памятник чисто по-женски по-матерински вот я со своей колокольни прям склоняюсь перед такими но мы идем дальше знать следующий фрагмент владислав тебя поддержал поддержала смотрите и здесь в том плане что когда я локтем отталкивает очень сильно контролирует себя минимум реакции тщательно подбирает слова ему пришла и сказала слушай хочу сделать интернет-магазин и продавать там одежду для женщин он сказал ну окей вот есть там у нас там парень на работе есть хочешь он тебе поможет сделать сайт то есть он сначала в эту историю не верил ну просто на знакомо да это когда ребенок тебя послеродовая депрессия очень часто я не знала я не знал ты да не понимая не понимаешь что сейчас конечно когда ты выходишь из роддома тебе дают вот смотрите как она оживилась на теме про то что она действительно пережила на то про то вот про эту депрессию да это это потрясающе представляете человек в депрессии это знаете как мюнхаузен вытащил себя за волосы из болота это даже ерунда по сравнению с тем что она сейчас рассказывает представляете в состоянии депрессии человек просто взял и построил бизнес причем успешный бизнес это это просто вообще я не знаю кто переживал депрессию те прекрасно понимают что в это в это время вообще не за вообще хочется просто лечь и и рыдать вот когда даже просто перепады настроения бывают а не то что депрессия а здесь вот она и она это действительно живо начинает рассказывать что касается вклада мужа да вот когда он там она сейчас описала это все очень скудно очень коротко до сжавшись никаких жестов а вот как началось вот про тему депрессии у нее пошли иллюстраторы пошла эмоциональная поддержка видите она и лицом эмоционирует и все она умеет эмоционировать мы видели в первом фрагменте который я включила специально для того чтобы вы видели что человек не без эмоциональный человек хорошо эмоции нам показывает хорошо переживает то есть здесь у нас на лицо то что тема мужа она старается ее меньше затрагивать возможно потому что она прекрасно понимает что возможен дальше суд и каждое ее слово сейчас в интервью может быть истолковано по-разному но кстати что касается слов и это в одном интервью вот прежде чем вот эта вся история началась до в одном интервью она допустила очень серьезную ошибку и я вам это покажу и с этого я думаю что это был как спусковой крючок но в любом случае вот мы видим что про мужа она себя контролирует а когда рассказывает про темы которые действительно ее коснулись которые ее завлекли который о которых она хорошо помнит она очень сильно эмоционирует аминт кушту дорогая моя я не заят почему-то считала что это моя обязанность заработать деньги на на своего ребенка чтобы он был одет а вот чтобы все было чтобы я еще могла купить что-то ну покушать одеть семью и так далее общем занимался где слав когда мы познакомились они там собирались с ребятами компьютеры продавали потом они начали 1с устанавливать потом тоже старшая дочка родилась они только-только начали заниматься проведением интернет вот вы видите что эмоционально мы поддерживаем самые приоритетные темы для нас вот это вот очень важный момент который я вам рекомендую запомнить в беседе с людьми до наблюдать вот чем больше эмоций тем более приоритетна тема о которой человек говорит вот это вот очень важный момент и мы это с вами сейчас увидели да там где приоритет там где интересно там эмоции где нет интереса там эмоции тоже нет дальше еще один штришок к портрету да когда еще это все не началось да не начался их развод и все такое она давала интервью надежде стрелец и как она описывала свой ближний круг давайте послушаем ее внимательно кто формирует ваш ближайший круг самый близкий от моя семья у нас очень большая семья потому что у нас входит сюда моя моя сестра там мой брат их семьи двоюродная сестра со стороны владислава тоже родственников много из тех кто не семья у меня есть четыре или пять подруг ну то есть мы видим что когда описывает семью до начинается своей сестры вместо того чтобы начать там с мужа ну то есть на первом месте сестра потом ее муж потом там еще кто-то потом только со стороны мужа мужа вообще как будто знаете вот ну так вскользь упомянула хотя на самом деле но если в семье все хорошо у мужа женой дату она в первую очередь конечно же будет упоминать мужа и здесь действительно ну вот то в какой очередности она упоминает говорит о многом да значит не у нас с владом да она кроме того в начале да или там как-то его вообще скользь упоминает вообще изначально когда хорошо в отношениях то было бы умеетнее может быть у нас с мужем да или с владом или с владиславом хотя может и с владиславом ну то есть вот как то так сказать что у нас много родственников да там с моей стороны с его стороны вот с моей и вот как то так а здесь получается вот это построение фразы сразу говорит о приоритетных родственниках кто важнее кто менее важен и так далее теперь по поводу того считает ли она эту компанию своей на бессознательном уровне давайте посмотрим я помню что я его попросила однажды пойти со мной на переговоры а потому что боялась я попросила можешь пожалуйста пойти чтобы как бы вес мне придать что не я там какая-то это сейчас когда уже ты знаешь что там даже я не про себя говорю а в принципе нормально когда девчонки управляют бизнесами и они приходят на них нормально смотрят а тогда как бы в то время аскуленный мир то есть как бы ты приходишь чего пришла ну как бы вот да надо чтобы кто-то пришел да с тобой как бы вес кого предать но ты понимаешь что всех конечно тоже волнует заявлены раздел ваших процентов 99 татьянины и слава транса не моя я ее предвидите компания пауза моя и здесь тоже я чувствую такое вопрошение до вопросительная компа интонация разводит руками руками мы разводим в момент но вот это такое рефлекторное движение когда тело падает и вот когда человек разводит руки здесь либо удивление либо испугу ну они вот в принципе и по эмоциям тоже удивление испуг очень похоже и здесь получается вот тоже самое руками и после этого на руки открывает то есть показывает свою открытость да ну то есть смотрите вот это вот пауза и вот эти моментики они говорят о том что все таки она бессознательно чувствует что не совсем ее компания все же бессознательно есть вот какая какие-то тонкости до которые заставляют ее считать что компания не совсем ее это может быть просто совесть понимаете это не обязательно там действительно есть объективные причины так считать это просто вот человек на самом деле внутри себя осознанно понимает что это не совсем ее да и поэтому вот такие реакции возможно она привыкла просто быть рядом с мужем да ну тогда она бы не допускала вот этих вот речевых ну скажем ошибок которые все-таки говорят о том что она не была с мужем даже когда давал и на момент дачи интервью надежде стрелец она ментально уже не была с мужем единым целом вот в чем фишка да и сейчас тем более да то есть они раз разошлись и сейчас получается что компания она да возможно что у нее есть все доказательства что это ее компания но внутри какой-то вот такой сверчок свербит и говорит что но не совсем ты права татьяна вот и поэтому вот такие жесты значит дальше что да еще челюсть она при этом держит низко и это говорит еще раз о том что у нее не хватает аргументов чтобы как не хватает аргументов чтобы бороться да то есть челюсть это борьба лоб это упрямство она здесь выставляет лоб то есть я буду упрямо стоять на этой позиции неважно сочтете вы мои аргументы убедительными или нет но я так считаю я буду стоять как вот баран упрусь да и вот я буду стоять на своем вот и об этом говорит ее тело я уже все проговорила да ну сейчас просто наблюдайте да видите вот эти все жесты которые я уже описала продумывала в основном там как бы многие стратегические вещи став работал ну можно сказать я считаю донут наемные хороший управленец кстати на тот момент когда она его взяла с собой для того чтобы он поддерживал да и и уже выходит за рамки простого управленца и в общем то я думаю что она все таки кого кого не попадя на такие встречи не берут да то есть на лицо то что она ценила его ум коммуникации создание нужного имиджа что он технически подкован поэтому все таки компетенции у него были для того что ну то есть все таки так сказать что он там ничего совершенно не не делал здесь не неуместно все-таки какие-то качества она в нем ценила и использовала да это понятно но опять-таки она джей дешевле обошлось бы если бы она просто кого-то наняла на это все но видите как бывает так что мы берем в свою команду своих родственников а потом очень сильно об этом жалеем вот я думаю что здесь конечно но но опять таки не обладал бы он такими качествами она бы его не не брала потому что да не невзирая на то что сейчас вот он когда дает интервью кстати вот следующим фрагментом мы будем за ним наблюдать конечно я посмотрев на него поняла что ну это действительно как чемодан без ручки когда есть есть сила до которую надо куда-то применить иначе он будет просто путаться под ногами вот вот и мне кажется вот такая ситуация была я прошу прощения за такие сравнения но я просто это понимаю так возможно что здесь ну напишите свое мнение по поводу моего восприятия может быть она слишком резкая но посмотрев на него я поняла что ну конечно дешевле и лучше было бы нанять наемного работника с большим количеством каких-то компетенций но давайте мы будем смотреть теперь за ним что он нам поведает очень интересного вот в в теме вопроса и давайте я включаю фрагмент познакомимся сейчас с владиславом бакальчуком братья мерзаяны вы их знаете этих людей но как вы с ними познакомились первую встречу он это было в красной поляне где-то было 10 наверное марта обсуждали по моему полик желание купить озон то ли еще какие-то такие это было встреча по бизнес то есть здесь сразу хочу отметить что ну вот как предприниматель он конечно никакой потому что вот вот с этим я думаю что вряд ли кто-то со мной поспорит потому что любой предприниматель если вот такие важные встречи а здесь на секундочку главы компаний крупных встретились да это красной поляне то есть они не дома были они ну не в москве там не в россии ну вернее в россии но это надо на самолете или как-то приехать в эту красную поляну да там встретиться и но такая встреча ну что называется в верхах она вот так сложно вспоминать тему встречи это конечно как-то странно для человека который ну тут должен был бы жить этим бизнесом да то есть вот как полноправный участник как он сейчас нам пытается доказать он тогда должен был более внимательно участвовать наблюдать участвовать за ходом встречи да и вот как-то там готовится к этой встрече а так вот с трудом вспоминать о чем они говорили как-то это очень странно он не говорит о том что это была дружеская встреча говорит о том что это деловая встреча была да ну то что он не может вспомнить тему говорит о том что он все-таки как предприниматель не особо в этом варился ему не особо это надо было он просто за компанию что называется был или это просто такая приятельская скажем встреча что там татьяна бакальчук влад бакальчук есть интересы давайте познакомимся пообщаемся попьем чай или это сразу было вот с предложением там да больше там или чай но еще были да какие тут это обсуждали вещи то есть документов между вами еще никаких вообще не было то есть речи о сделке еще не было в марте ну я вообще никаких документов не видел до сих пор нет я вижу что есть совместная компания но я все узнаю как вы там знакомых или из интернета и я надеюсь вы обратили внимание как он большими пальчиками вот так вот поигрывает а это говорит о том что он вот сейчас упоминают же этих мерзаянов и явно здесь очень неприязненное отношение я здесь выставила схему большие пальцы это наше эго и он сейчас говоря о мерзаянах он вот так пальчиками передергивает то есть это борьба эго называется да вот когда он упоминает мерзаянов для него это в большей степени не потеря там не знаю денег или еще чего-то это для него борьба эго в первую очередь его эго противостоит этим братьям мерзаянам то есть вот вот здесь вот задели его за эго вот это вот жест говорит об этом ему не важно о чем там говорили ему не важно что сейчас происходит ему важно что его эго обошли вот вот здесь вот такой жест дальше следующий фрагмент вы знаете сколько вы тратите в месяц чисто на себя я не говорю там на семью на всех вот на себя как бы с семейными тратами там татьяна больше занималась у вас есть спорткар красный то нет и интересно нет часы дорогие есть у вас что-нибудь я не знаю у таких людей обычно есть какая-нибудь дорогая дрель я про сейчас я нахожу дорогой велосипед каждый а вот счастье вот где пошли эмоции где он раскрывается по-настоящему невзирая на то что ему некомфортно сидеть давать интервью у него очень слабо вот эти коммуникативные способности развит и он он больше вот в какой-то своей теме он скорее всего интроверты это понятно никто его за это не осуждает но вот с точки зрения предпринимательства конечно не хватает ему качеств для того чтобы вот прям быть предприниматель это конечно же лидер в первую очередь перед нами совсем не лидер но посмотрите как интересно он раскрывается когда упоминает о своих велосипедах да вот для него это истинное счастье это велосипед купить классный велосипед как вы помните почтальон печкин да я такой злой был потому что у меня велосипеда не было а сейчас у меня есть велосипед каждый год но у велосипед смотрите как он говорит об этом еще смущается как ребенок вот честное слово я сейчас вижу перед собой ребенка который рассказывает о своем новом велосипеде семилетний там ну семилетний ребенок которому подарили велосипед вот и он при этом вот расслабился улыбка счастье челюсть вверх но при этом еще немножко задвигается в стул прячет локоть прижимает локоть и смущается то есть и и радость счастье и смущение не поймите меня неправильно то есть вот они это куча эмоций неподдельных видите как раскрывается просто человек перед нами счастье видите челюсть поднял вверх задвинулся чуть дальше то есть вот они вот реакции на велосипед глаза сейчас просто не как-то вообще не до каких таких вещей ваша самая эмоциональная дорогая покупка учить новый велосипед это интересно что с детьми часто вот в нашей традиции значит что этот мужчина там зарабатывает фронтменит а вот смотрите на неприятных сложных темах он отсаживает садится глубже в сиденье ну вот отсаживается до отсаживание это избегание и вот здесь затронули тему детей и ему это некомфортно почему да потому что перед нами просто ребенок понимаете ему новый велосипед при приоритете за какие нафиг дети ну не ну конечно дети не нет он не алкоголик какой-то не не абьюзер хотя конечно там может быть и что-то скрывается да но он не монстр но он он сам ребенок понимаете он он сам ему в первую очередь велосипед а дети вызывают у него стресс и попытку избегать этой темы женщина тоже все окей но женщина занимается детьми есть такая около европейская модель там когда вот женщина работает а муж с детьми это про вас или нет ну только детьми больше татьяна занималась то есть и бизнесом и детьми занималась татьяна больше или нет бизнес больше я бизнесом больше вы занимались правильно я понимаю пришли некие мерзаяны одурманили татьяну она в это поверила несмотря на то что вы с ней много лет вместе у вас 7 детей и все такое любовь большой бизнес и видите опять отсаживается сами вы в этом процессе насколько участвуете до общения не очень много не очень много ну и что что могу сказать татьяна молодец что развелась потому что но но это это восьмой ребенок ну опять извините но это моя оценка вот вот после этого велосипеда я просто выпала в осадок не я конечно не осуждаю всех должны быть увлечения и слава богу что здесь не довольно недорогое увлечение учитывая возможности да но все таки ну как бы все другие темы ему не интересны да и я не против увлечения дан как бы если это параллельно а здесь получается что на первом месте велосипед вот его вдохновляет а что касается воспитания детей бизнеса он он этого избегает ему это некомфортно ему это не нравится и тут тоже в общем-то осуждать не стоит может быть но вот с точки зрения компаньона совсем не то когда у татьяны вот она загорается на теме расширения бизнеса там все такое а он загорается на велосипеде ну разные приоритеты согласитесь на лицо поэтому здесь ну как бы да безусловно они могут любить друг друга жить вместе но вот в плане бизнеса быть компаньонами здесь ну не совсем как бы не совсем это как лебедь рак и щупа да и не думаю что он прям такое позитивное звено в этом бизнесе был значит это так штрих к портрету тут интересная тема про кадырова я вообще просто в восторге от того как он сам себе противоречит или я не понимаем возможно он на самом деле настолько не искушен вообще в плане того вот как в плане рамок общения да вот в плане того кто друг кто враг вот и вот реально а у меня ощущение что я слушаю рассуждение ребенка давайте послушаем до этого видео вы с ним сколько раз виделись 12 или все-таки иногда встречались где-то пару раз почему пошли к нему за помощью мы сами предложили почему вы приняли их помощь могли же пойти в суд то что у нас дружеские отношения мы уже больше восьми лет дружим в вашем на секундочку вы услышали они целых восемь лет дружат дружат да за это время только дважды виделись то есть это не дружба это знакомство называется если вот я просто восторге от его наивности да и но с другой стороны для меня это ну я сделала выводы на самом деле на секундочку татьяна родилась в грозном да насколько я я правильно понимаю в википедии по-моему это написано то есть она родом оттуда и скорее всего как бизнес начал развиваться она ну в любой бизнес он всегда к нему появляется какая-то крыша это ну для россиян это и в украине кстати это насколько я знаю очень широко развита да ну не знаю в каких странах как но в россии я вела бизнес и я прекрасно знаю что у каждого бизнеса есть крыша поэтому как только татьяна стала довольно масштабным бизнесом она к ней пришла к ну или она обратилась не знаю как уж это все организовалось но у нее появилась крыша и естественно больше всего вероятности того что крыша как раз именно из грозного да то есть кадыров здесь нарисовался по понятным причинам скорее всего он был ее крышей а то что он ну вот сейчас владислав нам пытается сказать что это дружба не какая-то не дружба да безусловно вот эти вот ребята которые являются крыши они но они ведут себя как будто они друзья но на самом деле никакие они не друзья они просто бандиты которые отбирают часть денег тут как бы называем вещи своими именами да но вот это не о дружбе речь о том что у бизнеса была крыша а так пришла явно другая крыша вот в чем фишка понимаете и здесь вот пошло вот такой вот а когда крыша одна и приходит другая вот здесь начинаются разборки и он естественно обратился к старой крыше да татьяна видимо под гнетом обстоятельства решила сыграть вот с новой крышей да и перри переметнуться ну вот что из этого выходит да поэтому здесь ни о каких дружеских отношениях речи совершенно не идет он просто обратился к своей старой крыше для того чтобы они разрулили ситуацию и они решили что вот через то чтобы вернуть жену в семью можно попробовать зайти и поговорить с новой крышей вот и все что произошло но интересен раз интересно как владислав это все нам преподносит давайте смотреть видео вместе с рамзаном ахмад чем кадыровым он говорит что вы кстати вы увидели как ведущий прячет улыбку до опускает челюсть то есть скрывает эмоции эмоции явно какие-то не очень позитивные но вернее позитивные для него ему просто забавно это проговаривает дружите довольно давно но мы общались как вы познакомились с кадыровым при каких обстоятельствах у нас компания были некие проблемы вот и мы начали тогда и мы познакомились как бы где-то нам помогали вот и мы общались семьями он не сказал нахват с друзьями вот это эта тема крыши это понятно да то есть все понятно все естественно прозрачно понятно да и общалась в первую очередь естественно татьяна с этим кадыровым и так далее есть такое слово крыша можно сказать что рамзан это ваша крыша или нет нет смотрите отклоняется и как бы слабо качает нет но при этом в общем голова как раз проделывает вот этот путь да дальше ну вот если присмотреться он немножко наклоняет голову к плечу то есть здесь и да и нет и не знаю это вот говорит о том что он в общем то в этом не особо даже и варился да но сейчас сейчас надо ему сказать что нет ну потому что это не не входит да то есть вот таких у вас отношения нет а вы сами не боитесь что вас тоже так могут как-то обвести вокруг пальца до утра уже до этого борется по полу ну да ну и что можно какой можно сделать вывод из этого а дело в том что да действительно сейчас супруги действительно разводятся и я вам в конце может быть покажу их совместимость там действительно ну как бы ну эта пара себя изжила вот как ни крути как бы с уважением мы не относились вообще к тому что семеро детей и все остальное но татьяна конечно задолбалась и решила развестись потому что ну ладно не буду здесь давать свою женскую оценку я думаю что вы все прекрасно видите ну вот как они вообще я знаете я смотрю и не понимаю как они вообще столько лет продержались вместе я думаю что для татьяны бизнес был такой отдушенный от всего да значит второй вопрос что касается вот этих новых участников да там мерзаяны кадыров да ну что кадыров это старая крыша а мерзаяны это представители новой крыши вы наверняка слышали что вот на сделку дал согласие даже сам путин то есть ну какое ему нафиг дело до большое дело потому что на самом деле мерзаяны скорее всего представляют именно его интересы естественно он сам не сможет участвовать в этом и соответственно вот такие вот вообще в при ну как бы без такого вмешательства вряд ли будет татьяна отдала 35 процентов своего бизнеса каким-то мерзаяном какой-то рекламной кампании то есть это но это абсурд естественно и но мы прекрасно сейчас исходя из всех из того что кто говорит да мы понимаем что кадыров здесь ну понятно по каким причинам был и но кто мог бы противостоять кадырову только тот кто выше его и здесь естественно рука путина прям очень четко прослеживается другой вопрос знаете вот я не стала вам показывать но вы можете в интервью вот светлана как в общем света 100 вокруг света да а значит в этом интервью где татьяна как раз раскрылась эмоционально да и она очень эмоционально тоже рассказывал о том как мерзаяны сейчас перелопачивают компании и все такое ребят это на самом деле вот так происходит прикручивание сначала они берут 35 процентов внедряют своих людей эти люди хорошенечко разбираются в компании и не за горами то время когда татьяну вообще попросят из этой компании а вы знаете с чего все началось вот сейчас я вам покажу ролик значит она 23 декабря этот это интервью вышло и здесь ну просто вот как по мне так это ключевой момент когда дорога пошла не туда сейчас я включаю основная задача это сделать так чтобы компания после того как я там условно решу что мне надоело или я там хочу книжки детские писать мне кстати есть такая мысль я кстати хотела на журналистику поступать изначально меня мама не пустила вот нет 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 я я если я пойду в убей получать я хочу экономику все-таки добавить немножко цифр конечно да надо же я еще и шахматы хочу научиться играть так вот как бы задача компании в том чтобы она осталась вот именно на века ну как бы чтобы с уходом основателя те принципы которые в ней культивируются они не разрушились ну то есть с уходом основателя да а знаете здесь я скажу бойтесь своих желаний вот здесь вот прям секунду я не знаю в общем я сейчас благодарю тех кто пришел послушать про невербальное общение сейчас я перейду на астрологию я прошу прощения но здесь очень четкий сигнал того чтобы есть в этот момент нельзя было такое говорить потому что в момент когда она давала это интервью посмотрите вот значит вот здесь вот у меня татьяна покольчук фоном идет это интервью значит 23 декабря 23 года она вышла а ну я думаю записывалась там за несколько дней но лилит как раз в этот момент встала на венеру это называется вот в этот момент надо вообще фильтровать все что вы хотите понимаете вот в этот момент бойтесь своих желаний потому что венера олицетворяет в нашем гороскопе наши хотелки желания и так далее а сейчас лилит как раз у нее встала вот именно на эту венеру и она ее соблазняет искушает и говорит но скажи это ну скажи то и все что она скажет она исполнит понимаете вот вот все негативное и она вроде в позитивном ключе же сказала да это помните как децел тоже у меня на канале вот по поводу ее рожек я его рожек вот на лобике я я говорила что он тоже когда-то еще за несколько лет до смерти сказал я бы хотел уехать на остров жить там и прочее прочее да и вот пожалуйста чтобы типа никто не знал что все думали что я умер и он взял и умер возможно он кстати сейчас в раю это может как на острове да но понимаете насколько это все серьезно надо вот в такие моменты поэтому ребят вот если астрология для вас ну я не знаю еще вы не освоили то в самое время это освоить потому что я просто ну каждый день реально начинаю с того что я смотрю свои транзиты и что мне делать и что мне не делать я сопоставляю с ними потому что вот в такие моменты надо не просто свои фразы контролировать надо контролировать свои мысли и вот такие моменты когда лилит встает на какую-то планету надо очень четенько себя контролировать и татьяна этого ну хотя она упоминала что она увлекается астрологией но возможно что как-то вот астрология она большая ее можно с одной стороны с другой стороны смотреть но если вам интересна эта тема Вы можете тоже освоить астрологию, разобраться в себе и вот эти все транзиты сами себе смотреть. У меня есть мини-курс за 990 рублей, где вы скачиваете программу Z9 и вот с помощью моих записей этих курсов вы можете с их помощью научиться читать натальную карту на начальном этапе. Потом вы углубитесь естественно, когда вы первые шаги сделаете, поймете как это работает, вы потом уже с помощью интернета или с помощью каких-то других книг наверняка накупите, с помощью разных методик вы углубитесь в эту тему. Но для того, чтобы вам сделать первый шаг в астрологии, пожалуйста, под видео есть ссылочка, заходите и присоединяйтесь к нам. Но у меня на этом не все. Я сейчас вам эту всю историю расскажу с начала и до конца. Но как вы понимаете, вот этот первый спусковой крючок был нажат именно вот тогда, когда она сказала, что я бы не против, чтобы уйти, чтобы моя компания работала и без меня. Вот это было сказано. Дальше смотрите, происходит пожар. Сейчас я вам... Так, пожар где у нас? Вот пожар 13 января. Вот, пожалуйста, что было в этот день. Значит, Меркурий в оппозиции к Марсу. Информация приводит к неверным действиям. Понимаете, да? То есть приходит какая-то информация и после этого человек будет делать неверные действия. Какие же неверные действия человек будет делать? Я просто некоторые аспекты вам здесь озвучу, которые действительно имеют значение. Потому что некоторые аспекты, например, Луна, она очень быстро идет по этому кругу. И там влияет она час-два всего лишь на аспект, да, поэтому это трогать не обязательно. Какие-то неважные аспекты, которые действуют в день, там, несколько дней, они не важны. А вот я именно самые важные такие моменты стараюсь вам показать, да, что произошло в этот день, что повлияло на дальнейшие события. Значит, итак, информация приводит к неверным действиям. Узел встал на, значит, на Юпитер, вот, соединение, вот эта синяя точка, это соединение. Значит, и это все в Овне произошло. Как мы знаем, у Татьяны, так, узел в Скорпионе. А, ладно, хорошо, Овен. Значит, что это говорит? Когда узел встал на Юпитер в Овне, это значит, надо расширять свое лидерство. Вот в этот день, да, это был, можно сказать, знак для того, чтобы расширять свое лидерство, да. Но, опять-таки, так как это узел, он довольно коварный такой. Тут могут быть разные подставы, да. И вот как мы с вами в дальнейшем, я думаю, поймем. Дальше. Солнце в секстиле к чему? К узлу, да. А узел у нас в Скорпионе. Значит, вот сейчас такой, знаете, намек на то, что надо уметь отдавать. Вот здесь вот как раз подсказка на то, что надо расширяться и надо что-то придется отдать. Но отдать позитивно, потому что здесь у нас секстиль, зеленое соединение. Это значит, что это вполне хорошее. Ну, это можно отнести к возможностям, да. То есть, получается, что неприятная такая ситуация произошла, но тут же открылось окно возможностей, да. Дальше. Солнце в квадрате к солнцу. Значит, это у нас противостояние вполне возможно власти. То есть, получается, на ее эго надавило более крупное эго, под которым она работает. Ну, понимаете о чем, да. Марс, тригон, так, где у нас Марс, тригон, Венера. Здесь почему-то не отразилось. Вот к Венере. Так, транзитный Марс, где у нас? Так, 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 вот он, Марс, но, значит, смотрите, здесь шесть, здесь семь, а, ну, почти, почти получается тригон, но тут буквально день-два, видимо. Ну, вот он только ушел, можно сказать, ну, за день до этого было. Это говорит о том, что действия привели к исполнению желания. Понимаете, о чем я? То есть, вот, Венера, это наши хотелки. И Меркурий, ой, подождите, Марс, Марс как раз, так, сейчас, да, Марс, нет, он чуть-чуть позже, может, там, на неделю позже, получается, что начнут исполняться ее желания. А какие у нас желания? Вот, пожалуйста, мы в предыдущем интервью как раз озвучили наши желания, да. Да, и это буквально там прошло совсем немного, да. То есть, получается, что, что захотела, как в анекдоте, да, помните, стоит мужчина в троллейбусе, весь злой, с работы едет, и такой думает, начальник, козел, заставляет работать сверхурочно. Жена стерва денег требует, там, дети оболтусы плохо учатся, и стоит, вот, ворчит про себя, да, а сзади ангел-хранитель говорит, странные желания, ну что, надо исполнять. Вот здесь то же самое, понимаете. Идем дальше. А, да, еще уран, забыла вам показать еще, где у нас уран в оппозиции к узлу. Нет, что-то я не вижу тут уран в оппозиции, так, транзитный уран. Уран, так, 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 ну это, не, не, а, Нептун пока, вот уран, уран 19, узел 22. Уран вот-вот встанет в оппозицию к узлу, и, ну, вот буквально там через какое-то время, а, подождите, не, не, это не так скоро, уран же он медленно идет, это в июне 23-го, ноябрь 23-го, первое касание, потом апрель-май 24-го, то есть, да, он вставал уже в оппозицию к узлу, вот на тот момент, да, и встанет еще в 24-м году, значит, хочется действовать, как раньше, но все рушится, надо менять модель поведения, ну, то есть, вот здесь еще такой моментик, который не такой значительный. А теперь давайте посмотрим, что же было, ну, вот после того, как там все прошло, да, все улеглось, значит, так, транзиты апрель посмотрим, вот этот момент меня интересует, в апреле посмотрим, что же происходило, ну, это вот просто дальше идет ход событий, да, и мы смотрим на транзиты. Значит, Нептун встал на лилит, вот здесь, вот видите, вот Нептун транзитный встал на лилит, значит, все как в тумане, обманы, как будто дьявол руководит человеком, вообще там очень сильное влияние именно вот каких-то непонятных, вот информация приходит, а она не, ну, Нептун, он в астрологии часто олицетворяет как раз именно фейки, недостоверную информацию, недостоверное восприятие, а этот Нептун еще и встал на лилит, то есть это еще раз недостоверность плюс недостоверность, и вот исходя из этого всего, человек в этом варится, и он принимает неправильные решения, потому что у него входящая информация уже нарушена, и вот это вот получается, здесь обманы всякие разные, да, в итоге, я сейчас вам поставлю, в июне 24-го года у них произошло слияние с РУС, вот, я не знаю какого числа, там просто в этом, в интернете написано, что это в июне произошло, да, то есть мы видим, что человек вот после этого пожара находится в каком-то непонятном состоянии, исходя из этого он принимает решения, то есть я сейчас говорю о Татьяне, да, это ее гороскоп мы сейчас рассматриваем, ее не натальную карту, а космограмму, потому что времени рождения мы не знаем. Дальше идем, ну, я, кстати, скажу даже, когда это, начиная с мая 23-го, там было сколько, раз, два, три, четыре касания, закончится 20, мартом 25-го года, вот это вот касание Нептуна на Лилип, то есть Нептун будет и туда, и сюда ходить, он периодически будет опять входить в это соединение, и закончится вся эта история в марте 25-го года. Дальше Нептун в квадрате, так, подождите, Нептун в квадрате к Марсу, ну, смотрите, здесь поэтому надо посмотреть, значит, Нептун 28 градусов, Марс у нас 29 градусов, а Нептун, он туда-сюда ходит, но он, он очень медленно ходит, но он туда-сюда получается, там, то он ретроградный обратно возвращается, то еще что-то, ну, получается 28-29 градусов, это рядом, то есть Нептун входит в квадрат с Марсом периодически, вот это что у нас, с апреля 24-го до февраля 26-го, вот это вот будет касание, да, к Марсу уже, а это говорит о том, что идет саморазрушение, какие-то самообманы, и человек действует вообще, исходя, вот понимаете, ему приходит информация вообще недостоверная, и он начинает из этой информации еще и действовать, мало того, что полилит, он начинает делать неверные выводы и эмоции какие-то выдавать, да, неверные, и здесь еще с Марсом та же самая история, но здесь еще и действовать, то есть усугубляется ситуация, дальше Плутон в оппозиции к Сатурну, это вообще атас, это говорит о том, что карма настигает, вот тут ни в коем случае никаких, вот, ну, как бы с моей стороны неприятных не хотелось бы давать оценок, да, но когда вот такая оппозиция, это значит, что, что у нас Сатурн олицетворяет, то, что стабильно, то, что нерушимо, да, для человека, и здесь получается, что Плутон, а это власть, это какие-то вот штуки, ну, какие-то вещи, которые человеку сложно контролировать, они приходят извне, как, знаете, вот, цунами, да, цунами, который все разрушает, и ты перед ним вообще беспомощен, и вот здесь то же самое происходит, да, вот выходит так, что, ну, зависит все, конечно же, вот по этому аспекту от того, как она жила, какие, ну, что она делала до этого, а если там накоплена хорошая, позитивная карма, то вполне возможно, что здесь может быть и позитивный исход, но, значит, в любом случае это придет через кризис, потому что Плутон, он всегда несет какой-то кризис, который не зависит от человека, ну, вернее, он зависит, естественно, но это такие силы, которые приходят извне и начинают бомбить, а бомбить по Сатурну, это вот прям очень жестко, значит, что у нас это, началось это в феврале 24-го, 29-го февраля, вот эта вся история, вот Плутон-Сатурн, и закончится в ноябре 26-го, там будет несколько касаний, но она сейчас вот вошла в эту турбулентность, где ее будет очень сильно штормить, и квадратура Плутон-Уран еще, еще хуже, получается, что еще непредсказуемые какие-то события, да, которые вообще она не может, ну, это действительно как цунами, она вообще, вот знаете, как будто сидит в машине без руля, и машину несет неизвестно куда, и неизвестно, к чему это все приведет, ну, хотя нет, есть определенный руль, но она вообще никак не участвует в этом, и она здесь остается ей только уповать на то, что, ну, тот, кто рулит, вырулит ее в безопасное место, ну, как бы, вот единственное, что и остается. Дальше, но самое интересное, давайте посмотрим на их слияние, и здесь для вас все станет предельно ясно, к чему приведет эта история. Вы видите, что соединения все красные в основном, да, и, ну, как бы, ничего хорошего я, по крайней мере, здесь не жду. Значит, лилит в оппозиции к лилит, попытка сбежать в позицию ребенка, чтобы избежать проблем, попытка найти позитивные моменты в этом всем, да, и что она успешно делает в интервью у Светы, да, которая вокруг Света, да, значит, да, действительно, она изо всех сил старается вот как-то так нам и эмоции показать, и все, но она прекрасно понимает, что это начало конца, вернее, начало конца началось вот когда, вот, в пожар ее прям четко заметили, ах, ты хорошо живешь, да, и вот-вот пошла эта вся волна. Дальше, Нептун в квадрате к Марсу, так, где у нас Нептун, вот Нептун в квадрате к Марсу, вот о чем я как раз говорила, физическая сила иссякает под воздействием дезориентации, когда ты делаешь что-то, оказывается, не надо было делать, потом хватаешься за что-то другое, опять не надо было, надо было по-другому, ну, то есть, вот, вот это вот Нептун, когда он дезориентирует в пространстве, человек как будто слепой, да, но он что-то продолжает делать, и вот пока силы не иссякнут, он будет делать, потом просто свалится. Вот, вот такая вот история. Дальше, Плутон в оппозиции к Сатурну, я это уже говорила, потеря самого ценного, власть против, ну, тут все может быть, да, и Плутон в квадрате к Урану. Опрометчивые шаги, аукнется позже, давление власти опять, ну, давление власти это по Плутону, и здесь вот прям власть ее взяла в ежовые рукавицы, и она у власти вот в руках. Это вот по этим аспектам все понятно. Но самое интересное, вот знаете, такое вот коварное, что Селена в секстиле к Венере. Вот понимаете, вот в этот момент Селена в секстиле к Венере. О чем это говорит? Это говорит об исполнении желания, мать его. Вы понимаете, как вот, 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 что, что можно сказать вот по этим всем аспектам, а? Вот, пожалуйста, загадала желание и исполнилось. Вот, вот, поэтому, ребята, контролируйте все, что говорите, что думаете. Если, не дай бог, мысль какая-то пришла, сразу, я не знаю, как-то придумайте, как это обезопасить себя от этой мысли. Потому что, ну, это в виде какого-то позитивного, да, момента. Она же с улыбкой это говорила. Она как вариант это всего лишь сказала. Она шутя это сказала, понимаете? Но вы видите, во что это выливается. Вот она причинно-следственная связь. И что могу сказать? Для того, чтобы мы с вами не попадали вот в такие ловушки, очень рекомендую вам изучать астрологию. Если вы хотите с моей помощью что-то сделать, да, я делаю консультации, если вам это интересно, вот под видео будут все ссылки, будут все контакты, обращайтесь, если у вас какие-то важные вопросы по бизнесу, по личным отношениям. Кстати, по поводу этого совместимости, сейчас вам еще покажу с этим, с Владиславом. Так, где у нас вот Владислав? Сейчас посмотрим их совместимость. Вы видите, но вот по поводу совместимости, жалко, конечно, что нет времени рождения, потому что тут, ну вот, эти два соединения, они всего лишь, ну как, о чем мы говорят? Его солнце, так, его солнце с ее селеной, вот его солнышко с ее селеной, значит, он ей приносил удачу. Вот они когда вместе, все-таки получается, что он своим солнышком, как ни странно, приносил ей удачу. Но опять-таки, на вкус и цвет любителей нет, и возможно, что это, ну вот, они действительно вот в этом смысле, они подходили друг к другу. Да, я понимаю, что сложно, вот с моим характером, такого мужчину рядом, это очень сложно терпеть. Вот реально для меня это было бы терпеть. Но для нее это он ей приносил удачу, да, с одной стороны, выгода. Второе, Меркурий в секстиле к ее Юпитеру, что говорит о том, что все-таки мозгами он ее тоже поддерживал, и в какой-то степени он ее вывел в этот социум. Вот что-то он ей помогал все же. Вот как бы мы сейчас не критиковали, но судя по натальной карте, даже просто своим присутствием, даже просто беседой около телевизора, да, он ей, может быть, какие-то идеи подкидывал и так далее. То есть здесь налицо эта ситуация. Возможно, что если бы мы знали время рождения, ее Луна совпала бы с его Солнцем, что тоже говорила бы о совместимости. Возможно, там асцендент, диссендент совпадает. Я не знаю. Но вот судя по аспектам от планет, всего два соединения. Говорят о том, что эта связь, хоть и нормальная, да, такая, но она слабенькая. Вот как ни крути, довольно слабо. По крайней мере, для анализа по космограмме. Но, опять-таки, если вы знаете время своего рождения и время рождения партнера, или хотя бы время своего рождения, да, и места, там уже более четкие, вот я когда разбираю, да, в консультациях, я более четко даю это все. Но, опять-таки, что касается наших героев сегодняшних, ну, как бы, я думаю, что такой мощной женщине нужен мужчина более совместимый, где будет больше эмоций, будет. Она реально, вот, знаете, в последнем этом интервью она так раскрылась для меня. Такая прям девчонка веселая, классная вообще. Ну, вот я в какой-то степени даже влюбилась в нее, да. Но другой вопрос, что, ну, вот это соединение, ну, вот как она с мужем, ну, не совсем меня впечатляет их совместимость. Но, опять-таки, тут, хотя, с другой стороны, с такой совместимостью тоже можно жить, и люди живут нормально. У меня на консультациях часто такие пары есть. И есть даже и с негативными аспектами, но, тем не менее, все в наших руках. Вот когда мы с помощью астрологии понимаем плюсы и минусы свои и, там, совместимости с партнером, мы это все можем редактировать. Понимаете, в чем фишка? Можем это отслеживать и вести себя определенным образом и минусы делать плюсами. Понимаете, вот все в наших руках, только надо достаточно знаний. И эти знания дает астрология. Поэтому, если вам интересно разобраться в своей жизни, в совместимости, в вопросах, которые, там, серьезные, пожалуйста, либо сами изучайте астрологию, либо приходите ко мне на консультацию. Все разберемся, все поможем. В общем, желаю вам не попадать в такие ловушки, в которые попала Татьяна. Я, конечно, надеюсь, что то, что я тут проговорила, вот, знаете, есть у меня желание, чтобы этого не произошло. Но, боюсь, что, ну, время покажет, конечно же, и не будем загадывать. Но, судя по этим аспектам, мне эти аспекты совсем не нравятся. И то, что она пытается сейчас, Татьяна, убедить нас всех, что это было, это слияние было для бизнеса, ничего подобного. Нет, не для бизнеса. Все причины предельно понятны, я вам рассказала по вот астрологическим показателям. И плюс еще вот эта вот ее фразочка, что я бы хотела уйти из бизнеса. Да не вопрос, пожалуйста, уходи. Вот, вот, пожалуйста, как вселенная работает. В общем, вот такая вот история у меня на сегодня. Давайте мне обратную связь, не знаю, там лайки, дизлайки, комментируйте, говорите, в чем я права, в чем не права. Боже мой, я сегодня больше часа вас гружу. Надеюсь, у вас хватило терпения на все на это. В общем, благодарю вас за ваше терпение. Желаю вам хорошего продолжения дня. До новых встреч. Пока-пока.